Важную и солидную. Приветствую наших уважаемых послов. Пархеев Сергеевич, очень рад вас видеть, дорогие друзья, дипломаты и наш гость из России, мой большой друг, господин Крылов. Я хочу сказать, что действительно сегодня мы должны переоценить слова, что такое суверенитет. Суверенитет – это не лозунги и пламенные призывы, а возможность обезопасить свою страну от внешней агрессии, проникновения вражеских спецслужб, как в Белоруссии. Это вот и есть суверенитет, когда смогли предотвратить проникновение вражеских спецслужб. Способность сохранить национальную систему ценностей. Если мы в состоянии сохранить свою армянственность, свою национальную церковь, культуру, свой национальный образ жизни, национальные интересы, тогда мы суверенны. Если мы это все не можем сделать, то флаг около ООН или еще где-то не обеспечивает наш суверенитет. И иногда показной популизм и провинциальный национализм становятся рычагом в руках тех, кто хочет нас буквально завоевать или же осуросить, и кто пытается тем самым лишить нас суверенитетом. С другой стороны, в век глобализационных процессов, в условиях нарастающего противостояния мировых центров силой, а сегодня мы видим, что это противостояние усиливается, многие государства считают, что в некоторых случаях ограничения становятся выгодными. И многие страны за счет именно этих ограничений своего суверенитета рассчитывают, что могут получить реальные преимущества в различных областях, в том числе обеспечения своей безопасности или экономического роста. И сегодня мы живем в век глобализационных процессов, когда создаются макрообъединения практически на всех континентах. И сегодня, чем больше стран туда входят, в эти макрообъединения, причем они сознательно ограничивают свой суверенитет, тем более неполноценными видятся те государства, которые не делают таких ограничений для себя, но в результате теряют намного больше суверенитета. После того, как было подписано капитуляционное соглашение от 9 ноября 2021 года, проект Третьей Республики Армении зашел в тупик. В создавшихся новых условиях необходимо не только переоценить понятие независимости и суверенитет применительно к нынешней ситуации, но и с учетом современных вызовов и угроз представить тот выход из тупика и представить тот путь развития Армении, при котором страна сохранит свою территориальную целостность и систему национальных ценностей, решит демографическую проблему, получит устойчивую политическую систему, создаст эффективную систему государственного управления. Национальная идея Третьей Республики была в чем? Она была в том, чтобы построить независимое либерально-демократическое государство, которое будет обладать определенным национальным суверенитетом. Но это все тяготело к европейским моделям и структурам. При этом Армения должна была самостоятельно решить свою внешнюю и внутреннюю безопасность, обороноспособность Арцаха и продвигать международное признание геноцид Армии. При этом у нас так и не сформировалась окончательная идея, а как мы это все будем делать, как мы будем сохранять свою конкурентоспособность в регионе и экономическую, и политическую, и так далее. Поэтому внешняя политика страны, реализовывая вышеуказанную национальную идею, в целом была многовекторной, как она в свое время называлась, комплементарной, что обеспечивало примерно равноудаленные отношения как с Западным, так и с Россией. Причем Армения участвовала на западном направлении в нескольких проектах. Это ЕС, Восточное партнерство, НАТОвская программа партнерства ради мира, план действий индивидуального партнерства с НАТО, ряд международных конвенций, сомнительных причем, и Балонская система в области образования и так далее. В 2017 году, как вы знаете, Армения ратифицировала договора в всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС. Причем даже сказать, что я не голосовал за эту ратификацию, будучи тогда депутатом парламента. Все эти действия и обязательства ограничивали государственно-национальный суверенитет страны, так как во многом выдвигали условия, несовместимые с цивилизационными устоями армянской нации. При этом новые порядки демократического тоталитаризма, навязываемые вышеуказанными партнерами, раскрыли широкие возможности для активного вливания в страну тоталитарных сект, деструктивных общественных организаций с внешним управлением, различных пропагандистов, так называемых меньшинств, соответствующим проникновением в спецслужб недружественных государств. Пропаганда рыночных ценностей, западного образа жизни, отказ от духовности, пересмотр истории вкупе с огромными финансовыми вливаниями для воспитания нового, так называемого, гражданина Армении, привели к формированию не только пятой, но и шестой колонны с проникновением антигосударственной идеологии сарасизма во все государственные и общественные структуры страны. При этом, с другой стороны, в российском векторе внешней политики Армении также имелось развитие. В основном оно проявлялось в военной сфере, создание военной базы, охрана границ, вступление в ОДКБ, создание объединенной группировки войск России и Армении в 2016 году, в экономическом блоке, в собственности управления российским компаниями перед некоторыми системообразующими предприятиями Армении, вступление в ЕАЭС и так далее. В том числе в образовательной сфере также имеются подвижки, в 1999 году начал действовать Российско-Армянский университет, где мы сейчас с вами находимся, в 2015 году Ереванский филиал МГУ. Но в отличие от западного вектора, данные действия не приводили к пересмотру национальной цивилизационной платформы. Одновременно усиливали экономику, обороноспособность, систему образования Армении и, следовательно, укрепляли суверенитет страны. Таким образом, можно сказать, что многовекторная внешняя политика по формуле ИИ, то есть и Запад, и Россия, которая сохранялась вплоть до событий 2018 года, пыталась обеспечить сбалансированность в плане обеспечения суверенитета Армении. В 2018 году Армения, как и в свое время ряд стран СНГ и Восточной Европы, оказалась в огромном геополитическом разломе, и западные политтехнологии достигли своей цели. Власти в Армении путем цветного переворота были приведены прозападные марионеточные круги, которые выступали за выход Армении из ЕАЭС, за создание альтернативной системы безопасности Армении, имелось в виду НАТО, за вымывание национальных ценностей из системы образования, замещение их ультралиберальными стандартами. Трибуны заняли, причем трибуны даже национального собрания заняли трансгендеры, феминистки, призывали женщин не рожать, вместо армянской апостольской церкви в приоритете оказались сектанты, которые регулируются и оплачиваются Запады и так далее. Нашу культуру пытаются превратить во что-то вульгарное и примитивное. Все это привело к резкому снижению государственного и особенно национального суверенитета страны. Вторая Арцахская война не только обнажила всю уязвимость системы безопасности армянского народа и в корне изменила ситуацию в стране. Стало очевидно, что Армения потеряла основную составляющую государственного суверенитета, это способность обеспечивать свою территориальную целостность. Вот основные измерения уже после военного, политического и регионального ландшафта. Мы потеряли часть Арцахских земель, они оккупированы. Мы потеряли ту линию обороны, которая строилась 30 лет и сейчас получили изрезанность новых границ, которые создают огромные сложности по строению новой линии обороны. Мы потеряли достаточно большой потенциал нашей армии и все это сегодня, на сегодня мы имеем в виду, что сегодня границы Армении на 90% охраняются российскими или миротворцами, или пограничниками, или же представителями военной базы. Я вот где-то неделю назад был в Арцахе, был в Сюнике и своими глазами видел, как это на самом деле выглядит. Это выглядит очень удручающе. Естественно, что Армения сегодня самостоятельно не сможет решить вопрос переоснащения армии и охраны своих границ. Кроме того, угроза нависла не только над оставшейся частью Арцаха, но и над Сюниской областью. Под ударом оказалась вся территория Армении, в том числе столица. Попытки Азербайджана диктовать условия с позиции силы предъявления территориальных претензий, включая Ивана Сиван, чтобы было неоднократно уже в послевоенное время озвучено. И последний раз это 20 апреля было сказано Алиевым. То есть я хочу сказать, что... Александр Борисович, вот вы сказали о том, что мы должны как-то не думать о реванше, а больше думать о примирении, я думаю, в данной ситуации мы должны думать о сосуществовании, но не примирении, потому что турецко-азербайджанские стратегические планы насчет оккупирования территории Армении и Арцаха, они остаются в силе, поэтому примирение здесь как-то не пахнет этим примирением. Третий фактор это политический кризис в Армении. Он приобрел затяжной и антагонистический характер. То есть мы сегодня идем к выборам, но я не думаю, что выборы будут решением этого политического кризиса, к сожалению. Четвертое это экономика. И экономика в Армении нуждается в срочных внешних инвестициях. В послевоенном времени инвестиции необходимы, и ни одна страна в мире после войны, тем более после поражения в войне, не могла самостоятельно восстанавливать свою экономику. То есть нужны внешние инвестиции, но это должны быть инвестиции без политических предусловий. То есть без политических предусловий отказа от своей национальной идентичности или же национальной системы ценностей. И, наконец, демографический фактор. Демографический фактор сегодня действительно очень сложный, потому что настроения в обществе такие, что люди, не видя устойчивого развития своей страны и безопасности, готовы уехать из страны, что приведет еще к более сложным последствиям. И, наконец, последнее. Это предстоит сложнейший процесс разблокировки транспортной сети региона, что приведет к созданию новой геополитической архитектуры в регионе, к новым экономическим реалиям и, как следствие, к изменению в политическом и психологическом восприятии ситуации в регионе. Причем ситуация может развиваться как в сторону разрядки напряженности, что было бы, конечно, хорошо, так и что наиболее реалистично в сегодняшних рядах, это направление возникновения новых противоречий. Ввиду всего перечисленного, Армении нужна новая национальная идеология, в основе которой должна быть парадигма сохранения государственного и национального суверенитета, что подразумевает безопасность, отстаивание своих интересов при создании новой архитектуры в регионе, поддержание мира и выстраивание отношений с соседями, вот в этом я с вами согласен, развитие конкурентоспособности экономики, репатриацию, сохранение цивилизационного кода нации, устойчивую политическую систему. Реализация этой новой национальной идеи есть новый этап в развитии армянской государственности, построение Четвертой Республики Армения. Сохранение и затем укрепление государственного национального суверенитета возможно только при формировании нового союза с Россией. Это должен быть тесный политический, военный, экономический и цивилизационный союз, вплоть до создания союзного государства. И то, что, вот нам пример привел уважаемый Александр Владимирович, о том, как союзное государство, не только ЛДК, но и союзное государство помогло избежать катастрофы в Белоруссии, а это была бы катастрофа большого масштаба и для белорусского народа, и для других народов, и в том числе и для нашего народа. Вот. Это вот один из плюсов союзного государства прямо вот у нас перед глазами. Верность этого пути доказывает наш исторический опыт. Почти 200 лет совместного проживания в российском государстве, или в Советском Союзе, или же в союзе государств. И особенно последний 103-летний период нашей восстановленной государственности, период трех республик Армении. Путь к спасению нашего суверенитета заключается в формировании новой суверенной Армении, в превращении ее в действительно армянское, сильно безопасное государство, с возможностью развития национального образования, науки и культуры, о чем говорил Пархеев Сергеевич, о проблемах нашего образования, и о проблемах создания общего образовательного пространства с нашими дружественными странами, в первую очередь с Россией, Белоруссией, Казахстаном. У нас, как у империи, образующей нации во времена Византии, есть цивилизационная общность с Россией. То есть мы идем по пути этого союза, чтобы спасти нашу систему ценностей, от ГИЭН, которые хотят искоренить армянство в нас, тем самым уничтожить нашу суверенитет. Наше поколение обязано спасти армянскую государственность. Именно это и есть формула, в рамках которой решается судьбоносная для нас триединная задача — сохранение земли, сохранение нации, сохранение государственности. И чтобы решить эту проблему, сегодня основано движение «Сильная Армения с Россией» за новый союз. Спасибо.